Еще одна срочная новость, которую я не мог не озвучить, она связана с сегодняшним днем, 7 февраля 2023 год, вторник, день Марса, бога войны и разрушений, конфликтов и завоеваний, в год Марса, 2023 год, по-моему, уже все наизусть выучили, кто мои видео смотрит, подписан на канал, кто не подписан, подписывайтесь, что у нас год войны, и вот сегодня день войны, первый вторник февраля, и у нас столько новостей. Первое видео вы услышали, а теперь про Украину. Сегодня, во вторник, 7 февраля 2023 года, назначен новый министр внутренних дел Украины. Лучшего дня подобрать нельзя было, именно вторник. Война, новый министр внутренних дел, день войны, вторник, Марс Арис, бог войны, назначается. Я сразу кинулся смотреть, кто такой. Очень интересный товарищ Игорь Клименко. Всем Клименко в России большой привет. Ваш однофамилец стал министром нового внутренних дел Украины. Он бывший глава нацполиции, заместитель министра внутренних дел был и исполнял его обязанности со дня моего рождения, 18 января, когда разбился вертолет со всем руководством главным МВД Украины. Помните эту трагедию? Погибло семь детей, масса раненых и ужас, ужас, ужас. Это все в день моего рождения, в среду было, 18 января. И вот он был в свое время назначен во вторник, 17 сентября 2019 года, начальником глава нацполиции. У них не начальник, глава нацполиции. Значит, тоже во вторник, обратите внимание, во вторник нацполицию возглавил и во вторник, сегодня, 7 февраля 2023 года, стал министром внутренних дел Украины. Значит, ему 50 лет, он родился 25 октября 1972 года. Год Марса, высокосный, 72 год, еще один Марс. То есть, человека ведет война, кровь, насилие, защита Отечества, так сказать, бесстрашие, мужество и т.д. и т.п. по жизни в этих должностях. Год Марса, высокосный, родился в 72-м. Начальником нацполиции стал во вторник, в день Марса, в 19-м году, и сегодня, в день Марса, во вторник, начальник, глава МВД Украины. Вот такая история. Это как императора Японии вчера я видео записывал, вы помните. Во вторник родился, во вторник зашел на престол. Вот такие бывают совпадения не случайные, потому что дни недели тьма тьмущая, 7, а тут, когда на один день недели осмыслены, связаны с профилем человека, с его профессией, вдруг выпадает его судьба, это тоже, конечно, не случайно. Естественно, о его личной жизни ничего не известно, ни о его родителях, никакой он по счету. Он наверняка не первенец, родился он в среду, значит, и человек разносторонний, ничего плохого о нем не могу сказать, человек очень шустрый, интуиция, чуйка хорошая, быстро в пространстве ориентируется, ну, среда, Иодушкин день, Иода Искариотский, все понятно. У нас Зеленский в среду родился, и вот теперь начальник полиции всей Украины тоже в среду родился. То есть ребята чуют друг друга, как свинья жёлутили, ворон ворону глаз не выклюет, как у нас говорят в России поговорки. Значит, поэтому друг друга они понимают, на лёгкой короткой ноге будет начальник нацполиции. Но то, что Игорь Клименко назначен во вторник, в день бога войны, разрушения конфликтов, завоевания Марс-Арис, говорит о том, что внутренние силы Украины полицейские, внутренние войска будут вовлечены в военные действия, будут направлены на фронт, будут защищать города, будут сидеть в окопах и тому подобное. То есть это назначение в феврале, в первый вторник февраля, значит, то, что это происходит во время войны, то, что это в день особый во вторник, в день Марса, и год Марса, говорит о том, что это второй эшелон борьбы с полчищем орков, то есть русскими и другими нациями России. Значит, вот готовится второй эшелон обороны и защиты. Так что нам надо быть к этому готовым. Об этом говорит вот это всё назначение. Февраль месяц – это сейчас перетрубация полная, кадровая и так далее, и эшелонирование, участие полиции во всех делах. Полиция сейчас будет отлавливать, значит, бросать на фронт, часть своих сотрудников туда направит, спишет, они уже там воюют и так далее и тому подобное. Вот вся эта канитель, вся эта история благодаря вот этого Игоря Клименко. Значит, это ещё не всё. Значит, то, что во вторник назначен, то, что год Марса, год вторника родился и сегодня во вторник назначен, три вторника, он доктор психологических наук. Представляете? Глава национальной полиции у нас доктор психологических наук на Украине. Представляете? А я-то думал, что такое? Чем же наши, значит, братья, бывшие хохлые полицейские отличаются от наших, а у них начальник уже третий год, скоро три будет, доктор психологических наук. Психологических. Не филологических, не исторических, не медицинских, а психологических, понимаете? Вот оно как. Чудо чудное. Вот у нас, интересно, были такие вот начальники полиции, значит, психологи, доктора психологических наук. Человеку 40, ой, то есть 50 лет, а он уже доктор психологических наук. Когда успевают люди погоны носить и так далее? Еще смешно. Генерал полиции первого ранга. Представляете, на Украине генералы полиции, как у нас капитаны кораблей, капитаны судов, капитан первого ранга, второго ранга, третьего ранга. А у них генералы полиции. Они ходят, понимаете? Они не по морю ходят, а по суше. У них первый ранг, второй ранг, третий ранг. Генерал полиции. Представляете? Это какую травку надо нюхать, я не знаю, или какой кокаин, из какой страны надо вот, долго, видимо, надо было нюхать, чтобы генерала полиции в ранг записать. Это как вот до революции были адмиралы первого ранга, второго ранга, третьего ранга. А теперь у Украины полицейские начальники первого, второго ранга. И вот он с 17-го года, с третьего ранга перешел вот к 22-му году, к сегодняшнему дню, генерал первого ранга. Вот ты удивляешься, как ему честь отдавать. Товарищ, так и хочет сказать, адмирал первого ранга, значит, и так далее. Супер. Вот не знал. Вот залез в биографию, почитал и все. Сколько у него детей, женат, не женат, на девочке или мальчике, ничего не сказано. В биографии, в Википедии нет. Все засекречено. Ну, наши люди наверняка, значит, знают и так далее. Теперь его предшественник, который разбился в мой день рождения в этом году, 18-го января. Такой вот нежданный, прости господи, подарок. Несчастный случай, что все высшее руководство МВД Украины Бог покарал. Рухнули люди. Все. Видимо, чаша терпения Божия, так сказать, достигла предела. Конечно, детей жалко, но дети ангелы, они в небеса ушли. А вот эти куда ушли товарищи, которые там сидели, начальники, это мы уже тоже догадываемся куда, за их дела веселые на Украине. Денис Монастырский, он был моложе на 8 лет, практически на 8 лет нынешнего, значит, начальника МВД, главы МВД. То есть постарше поставили, все-таки профессионала поставили. Не просто приятеля Зеленского, ровесника, значит, Дениса Монастырского по блату, а уже поставили профессионала, Игоря Клименко. Он погоны носит много-много лет. И вот этот самый, значит, Денис Монастырский родился, вы не поверите, вот погибший, запомните, погибший, трагически, со всей своей шоблой, значит, начальник полиции, ой, то есть министр МВД Украины родился в день России, 12 июня 1980 года. Вы представляете, ирония судьбы. Усопший, трагически погибший, глава МВД Украины родился в день России, 12 июня. Вы это знали? Нет. Вот так залезешь в биографию, посмотришь в такие события, да, когда мы воюем, и волосы дыбом. Вот так вот. Ирония судьбы, ирония судьбы. Знак, знак. Все. Нет человека. Родился в четверг, в 80-м году. У него, кстати, 18 лет цикл отца, 80-й год высокосный. Голгофы. Голгофы. Венеры, богини любви, красоты, материнства и благородия. Или по-христиански Голгофы. То есть он шел на Голгофу с рождения. Монастырский Денис, погибший, глава МВД. В четверг родился. Это 25 лет цикл. Значит, 43 года его цикл был максимальным. Развитие жизни. И вот, не дожив несколько месяцев, 5 месяцев до исполнения 40 лет, 43 лет, вернее, его жизнь прервалась. Вот как тут не верить. У человека цикл жизни 43 был. Прошел цикл отца 18 лет, цикл мамы 25 лет. 25 плюс 18 – 43. В 43 в июне этого года у него заканчивался срок жизни. И там должны были произойти до этого времени, до исполнения 43 лет. Трагические события. А июньские, кто родился в июне, во второй половине особенно, с 10 числа, вернее, вот так, во второй декаде. Не во второй половине, а во второй декаде. У них риск падения с высоты. Неважно, на землю, в воду или и так далее. Июньские, они любят вот так вот перемещаться в пространстве и времени. Рискуют часто. Нарушают правила. Рвутся, торопятся, суетятся. Невнимательны в деталях и в мелочах. Вот Денис Монастырский и подорвался на эту тему. А Игорь Клименко. У него 25 октября. День мальтийских святынь. Принесение в Россию из Мальты. 25 октября. Праздник. Все знают. Гатчина знает. Русская православная церковь знает. У нас праздник. Значит, принесение мальтийских святынь из Мальты в Гатчину. 25 октября. Вот он родился. Игорь Клименко. Тоже дата с Россией связана. Очередной. Бывший погибший в день России родился. День независимости России. А этот родился день принесения мальтийских святынь в Россию. Понимаете, да? Ирония судьбы. Вот вам, пожалуйста, даты. Как их не рассматривать? Все открыто, все ясно, все понятно. Он будет лезть. Кто такие 25 октября? И они лезут в опасные точки, в опасные ситуации, в рискованные ситуации. Он еще более адреналинщик и, так сказать, рискующий человек, чем был Денис Монастырский. Тот в июне он еще как-то соображал, да? Где можно, где нельзя. Тут, видимо, суета была какая-то. Торопили их всех. И вот это все случилось. Невнимательность. И прочее. Ну и злой умысел наверняка тоже какой-то был. А это 25 октября. Это еще хуже. То есть его никто не отговорит ни от чего. Вот он сейчас власть соберет свои руки до апреля месяца. Поставит с сегодняшнего дня, когда его назначили во вторник, мне, главой МВД. И тогда будет рисковать еще больше. Так что он не жилец, этот наш Игорь Кременко. Участь его печально, это мой прогноз. Значит, и тоже долго не просуществует. Но настроен на войну, войну и войну. Об этом говорит год его рождения, год назначения начальника полиции во вторник. И сегодня, вторник, назначили министром. Он идет четко на заклание. На войну до последней капли крови. До смерти. Все, он не соскочит. Вот это мой такой прогноз. С чем я Украину и поздравляю. Назначайте на должности такие люди, связанные с датами, которые посвящены России. День независимости России, Денис Монастырский. День принесения мальтийских святынь в Россию. В Россию. И не на Украину, в Россию. Это Игорь Кременко. Поздравляю. Ставим лайки. Распространяем это видео. Пишите комментарии. И до встречи. На сегодня пока все. Завтра я начну рассказывать, когда выпадает день рождения. На вторник, среду и так далее. Я не забыл об этом цикле. Просто вот голос еще не хорошо работает. Поэтому мне тяжело большую лекцию в 30 минут, в 35 минут записать на один раз. До встречи.